Сергей Владимирович Михалков. Человек эпоха, человек легенда, родоначальник знаменитой российской творческой династии. Он родился в 1913 году и прожил долгую счастливую жизнь. Судьба отмерила ему 96 лет ярких, красивых, творческих. Он был поэтом, драматургом, баснописцем, общественным деятелем, председателем Союза писателей РСФСР. И все-таки, в первую очередь, говоря о Сергее Михалкове, вспоминается то, что он был замечательным детским поэтом, на чьих стихах воспитывалась вся страна. А еще один из самых важных фактов его биографии – это создание текста гимну сначала СССР, а потом России. В 1943 году Михалков в соавторстве с другом Габо приняли участие в конкурсе на создание гимна страны. Именно вариант Михалкова одобрил Иосиф Сталин. Текст немного откорректировали, внесли небольшие поправки и в канун 1944 года он впервые прозвучал на всю страну. В 1977 году вышла вторая редакция гимна СССР. В самом конце 20 века Михалкову снова выпала возможность стать автором гимна страны, только теперь уже России. Все произошло так же, как и много десятилетий назад. Его вариант назвали лучшим из всех представленных на конкурс. И в 2000 году стихи Сергея Михалкова, положенные на музыку, зазвучали под бой новогодних курантов. Родился Сергей Михалков 13 марта в Москве. Маму звали Ольга Михайловна Михалкова. По образованию педагог и медсестра. Отец – коллегский асессор Владимир Александрович Михалков. Выходец из старинного дворянского рода. Детство мальчика веселое и счастливое прошло в Подмосковье. Способности к поэзии у Сергея появились уже в 9 лет. Его отец послал несколько стихотворений сына поэту Александру Безаменскому, который положительно отозвался о них. В 1927 году семья переехала в город Пятигорск Ставропольского края. В эти годы Сергей начал печататься. В 1928 году в журнале «На подъеме» было опубликовано его первое стихотворение «Дорога». После окончания школы Сергей Михалков возвратился в Москву и работал на ткацкой фабрике, в геолго-разведочной экспедиции. С 1933 года он стал внештатным сотрудником отдела писем газеты «Известия», членом московского группкома писателей. В 1935 году вышло первое известное произведение, ставшее классикой советской детской литературы «Дядя Степа». 29 июня 1936 года Сергей опубликовал в газете «Известия» стихотворение Светлана, которое, как предполагают, понравилось Сталину. Сергей Михалков стал членом союза писателей СССР в 1937 году. В 1939 году Михалков получил первый орден Ленина. Во время Великой Отечественной войны Сергей Михалков вместе с другими советскими поэтами и писателями был мобилизован для работы в армейской печати. Работал на Южном фронте в Красноармейской газете «Во славу Родины». Затем в газете «Сталинский сокол». Поднимал дух солдат своими очерками, заметками, политическими стихами, подписями под карикатурами, юмористическими рассказами. После демобилизации Михалков снова стал работать над созданием стихотворений для детей. В основном он создавал свои стихи для самых младших детишек. Сергей прислушался к совету, который ему дал Александр Толстой, и попытался написать басню. Нужно отметить, что у него все получилось, и за всю творческую биографию он стал автором 250 стихотворных басен. По сценариям Сергея Михалкова снимались фильмы. Причем не только детские. Сочинял он сюжеты и для взрослых картин. Такие, например, как «Леон Горос ищет друга» или же чудесная курортная кинокомедия «Три плюс два», снятая по пьесе Михалкова «Дикари». С не меньшим энтузиазмом автор писал сценарии к мультипликационным фильмам. Именно он стал автором сценария к мультфильмам «Охотничье ружье», «Здесь не кусаются», «Как старик корову продавал», «В Африке жарко», «Зайка-зазнайка». Сценарии Михалкова легли в основу нескольких десятков анимационных лент, в том числе и о прославленном дяде Стёпе. Сергей Михалков был дважды в браке. В браке с Натальей Кончаловской родились два сына писателя – Андрей Кончаловский и Никита Михалков. Андрей стал известным режиссером и сценаристом, носит звание народного артиста. Никита тоже прославился как актер, сценарист и режиссер. Имеет аналогичное звание. Спустя 9 лет после смерти его жены Сергей женился на Юлии Субботиной, дочери академика Субботина. Писатель был старше своей избранницы на 48 лет, но это не стало помехой супружескому счастью. В 2003 году Никита Михалков снял о Сергее Владимировиче документальный фильм «Отец». Этот рассказ об истории рода Михалковых и о большом жизненном пути Сергея Михалкова. Сергея Михалкова не стало 27 августа 2009 года. Он умер в почтенном возрасте 96 лет. Его жизнь была яркой и насыщенной. Михалков оставил после себя большое литературное наследие и внес заметный вклад в ее развитие.